Выездных выставок региональных музеев стало больше, а выплаты льготным категориям граждан планируют привести к единообразию. Об этом и многом другом чиновники поговорили на очередном заседании правительства Мурманской области. Еще в 2012 году президент России подписал указ, согласно которому музеи должны увеличить выставочные проекты в два раза. В Мурманской области эту задачу намерены перевыполнить. В 2015-2016 годах только Краеведческим музеем было организовано 77 выездных выставок, а художественный принимал экспозиции ведущих российских музеев. Уже по итогам 2016 года мы практически достигли базового показателя, который должны достичь в 2018 году, напомню, это 206%. По итогам 2016 года показатель увеличения выставочных проектов по отношению к 2012 году достиг 198%. Но, тем не менее, и в 2017-2018 году эта работа будет продолжена. Это, без преувеличения могу сказать, одно из приоритетных направлений деятельности комитета, но и, безусловно, областных музеев. Кроме того, на заседании Министерство социального развития представило два постановления правительства, регулирующих правила предоставления выплат льготным категориям граждан. Речь в них идет в том числе о ежемесячной жилищно-коммунальной выплате. Я могу сказать, что у нас сейчас, скажем, вот самая многочисленная категория ветеранам труда, а их у нас больше 93 тысяч человек на территории области, получателей этой меры поддержки. Есть две уже, получается, в фиксированном виде. Это региональная ежемесячная денежная выплата и ежемесячная жилищно-коммунальная выплата. Мы поэтому приводим все порядки в соответствие, собственно говоря, для удобства людей, потому что, получая две этих меры поддержки, мы разработали единое правило. На заседании губернатор Мурманской области задала вопрос и о судьбе Мурманского областного драматического театра. Работой Министерства строительства глава региона осталась недовольна. Марина Ковтун отметила, что здание театра должно быть сдано в эксплуатацию до конца 2017 года.